Так, ну, минутку подождем, пусть еще подключатся. Сегодня, ну, собственно, мы продолжим, закончим лекционный материал. Вот, по химическому составу, по усвояемости рыбы. То, что необходимо, в общем-то, знать, имея в виду в дальнейшем изучение переработки рыбы. А уже со следующей недели, во время лабораторных занятий, ну, я очень постараюсь проводить с вами именно лабораторные занятия. Где-то текст, так, это кто тут у нас? Где-то, ну, может быть, картинки какие-то, схемы, там, таблицы. Но в основном постараемся работать с видео и работать с презентациями. Если вам в ваших путешествиях по интернету что-то очень интересное, ну, такое красивое, объемное попадется, посылайте мне на почту. Буду рада такой вот помощи. Видите, вы, безусловно, гораздо более продвинутые по части использования всякой там IT-техники. И в интернете сидите, наверное, не один день. Поэтому вы сможете в этом вот мне немножко помочь. Но постараемся работать. Раз нам не удается жарить рыбу прямо в лаборатории, ну, что ж, будем жарить ее на экране. Вот у меня ноутбук стоит передо мной. Так, что у нас тут? Восемь, то есть семь вас, я восьма, а вот уже восемь. Так, ну, хорошо. Значит, мы с вами немножко говорили о классификации. И пока только рыбы. Мы не касались с вами других обитателей вод, пресных, соленых, солоноватых вод. То есть к гидробионтам мы не обращались. Но у нас будет две последние, кажется, два последних занятия. Там речь пойдет о переработке гидробионтов. То есть различных морских организмов, водных организмов, но не рыбы. Это моллюски, это ракообразные. Ну, там немножко морские млекопитающие, чуть-чуть коснемся. Это все животного происхождения. Ну, и сырье водное растительного происхождения. То есть это переработка водорослей. Поскольку тоже сейчас вот эти вот организмы, животные, растительные, переработка их расширяется и углубляется. И получается очень много полезных продуктов, лечебных продуктов, лекарственных, которые тоже интересны. Ну, тоже немножко мы этой технологии коснемся. А что касается переработки рыбы, вот следующая тема и лабораторные занятия будет касаться уже заготовки рыбы, добычи рыбы, как ее там вылавливают. И как дальше можно сохранить рыбу в свежем виде. Ну, аквариумы в больших магазинах вы, конечно, видели. Как можно в охлажденном, замороженном виде. Ну, есть еще соленый полуфабрикат. Вот это мы посмотрим, какими качествами должна была обладать рыба сырец. Ну, а дальше будем изучать с вами так называемые товары рыбные. Товарную рыбу соленую, вяленую, сушеную, копченую, маринованную, пряного посола и прочая-прочая прелесть. Ну, потом доберемся до пресервов и консервов. Сушеная рыба там тоже будут свои немножко необычные, даже не встречающиеся у нас в магазинах продукты. Ну, вот это, собственно, обязательно икра. Вот заготовка, подработка икры. Ну, и вот эти вот морские организмы. Так, я отключу вот здесь вот. Ну, вижу, я 12 человек. Значит, основные люди пришли. Где опять у нас кто потерялся? Ну, потом мне, румелям, пришлет сообщение. Может быть, еще кто-то подойдет. Итак, химический состав и пищевая ценность рыбы. Вы знаете, это непростые слова, потому что по пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает мясу. А по легкости усвоения превосходит мясо. Рыба по части содержания, скажем, белковых веществ может даже превосходить некоторые виды мяса. Ну, а по содержанию, скажем, жира тоже может быть и количественно больше, и качественно больше. Рыбный и рыбий жир, он гораздо выше стоит по ценности, прежде всего, биологической усвояемости, чем жир мясных организмов, наземных организмов. Ну, и так далее. Вот сейчас будем немножко разбираться. Совершенно не обязательно, я уже говорила, запоминать много цифр. Ну, какие-то вот ценности, это можно запомнить. Ценность рыбы, как продукта питания, определяется прежде всего значительным содержанием протеина или белка. Это белковый продукт. Если плоды овощи сахаридные, полисахаридные, там углеводные, то мясо, молоко и рыба – это прежде всего белковые продукты. Помимо полноценных белков, в рыбе содержатся хорошо усвояемые жиры, минеральные вещества, очень небольшое количество углеводов, ферменты, вода и жирорастворимые витамины. В рыбе имеются экстрактивные и минеральные вещества, небольшое количество углеводов. Белки рыбы содержат все необходимые человеку незаменимые аминокислоты, значит, они полноценны. Причем соотношение различных незаменимых аминокислот и групп аминокислот, потому что и так, и так оценивают, именно в оптимальном соотношении. Белки рыбы в этом плане даже превосходят белки мяса. Химический состав рыбы, конечно, зависит от вида рыбы, от возраста, пола, места обитания, времени углова и некоторых других факторов. Ну, в общем-то, когда вы изучали химический состав мяса наземных животных, то там тоже было сказано практически то же самое. Основным показателем качества рыбы и ее пищевой ценности является, как уже сказано, содержание жира и белковых веществ. Содержание основных веществ в мясе рыбы может колебаться в очень больших пределах. Вот, допустим, воды от 46 до 95%. Поэтому вот уголь – очень ценная рыба и очень вкусная. Просто вот у нас не водится, это европейская такая рыба, средиземноморская рыба. Ну, что-то, может быть, нам в консервы где-то, может быть, копченое что-то попадает. А вот зубатка, еще и синяя, которая содержит большое количество воды, ну, рыба – это очень такая невылавливаемая даже. Жира. Ну, здесь ценится, что тресковые рыбы содержат мало жира, но много белка. А вот угорь, опять же, может содержать до 54% жира. И это рыба, которая хорошо солится, вялится, коптится. Ну, вот в этом отношении очень такая ценная. Азотистых веществ, не белковых, но содержащих азот. Ну, вот такая вот камбаловая, в общем-то, рыба, палтус черный, ну, в пределах 5%. А вот тунец полосатый, про который много говорят, вылавливают его, охотятся специально, до 27%. Рыба высокобелковая и много содержит экстрактивных азотистых веществ. Ну, обычно говорят, что экстрактивные азотистые вещества мяса, они не совсем полезны. Ну, плюсы-минусы, вот сейчас спорить не будем. Азотистые экстрактивные вещества рыбы, они хорошо усваиваются организмом человека и, ну, как бы, регулируют, активизируют ферментативную деятельность. Минеральных веществ, вот в этой зубатке только полосатой, может быть, всего там десятая доля процента. А вот такая небольшая рыба сайка, она из семейства сельдевых, до 3% минеральных веществ. Ну, здесь сразу заметим, что рыба морская, которая живет в соленой и солоноватой воде, она, ну, реально будет содержать больше минеральных веществ и в количестве, и в качестве, чем рыба пресноводная. Ну, и с другой стороны, вот это более высокое содержание минеральных веществ помогает рыбному сырью морскому лучше храниться, вот в любом случае. Белковый продукт питания, белки, важнейшая часть, составная часть мяса рыбы, ну, так и говорят мясо рыбы, содержание от 13 до 22%. Тогда, как обычно, наземные животные, ну, белка где-то в пределах, там, 16-19%. Соотношение полноценных-неполноценных белков в рыбе выше, чем в мясе, потому что меньше соединительной ткани. Полноценных белков меньше, неполноценных, ну, немножко, полноценных, простите, больше, неполноценных меньше. В икре и молоках белков несколько больше, чем в мясе рыбы. Ну, действительно, икра – это же будущее потомство, да, значит, в икринке должны быть все питательные вещества, которые позволят вырасти мальку. Ну, если вот икринка в нас с вами, вот, человек ведь тоже рождается из икринки, да, но яйцеклерка, прикрепляясь вот к стенке матки, она получает там питание. А икринки-то, она в воде, ей не вот, когда получить питание, значит, все должно содержаться внутри. Поэтому вот икра, она еще более высокобелковая. Ну, есть вот здесь вот рыба низкобелковая, вот сказано где-то 14, белковая до 19 и высокобелковая до 25-26% белка. Ну, вот эта классификация, она несколько условна. Просто знайте, что по белку рыба разная, есть низкая и высокобелковая. Если по содержанию жира различные породы рыб отличаются незначительно, то по содержанию жира, по содержанию белка незначительно, по содержанию жира рыба очень разная. Ну, есть буквально, ой, есть буквально, где количество жира составляет треть веса, видите, до 35%, а есть не более 0,1%. Очень жирные рыбы северные. Высокое содержание жира им как раз позволяет жить в условиях низких температур. Причем жирное у них не только мясо, у них кровь жирная. Она содержит тоже достаточное количество жира, поэтому она не замерзает. Внутренние жидкости рыбы такие тоже не замерзают. И рыба, в общем-то, благоденствует при весьма низких температурах. Ведь вода-то там соленая, поэтому температура до замерзания ниже, чем температура пресной воды. Пресная вода замерзает при нуле, ну, там чуть-чуть ниже. А вот соленая может замерзать, ну, и минус 20 градусов. И вот то, что жира много, это как раз дает возможность жир. От жирности рыбы зависит и вкус мяса, и кулинарные качества. Ну, вот мы говорим, что мясо мраморное, да? Ну, у рыбы нет такого понятия «мраморное мясо». Но когда жир между мышцами, между вот этими вот слоями миосептами, когда он закладывается в брюшную часть и вокруг нескольких органов, когда он закладывается по линии позвоночника, под кожей рыбы. Вот рыба жирная и очень вкусная. Осетровые, лососевые, вот эти вот угри, ну, есть такая еще минога, похожая на змею. Вот это самые жирные и самые вкусные рыбы. Жиры рыбы легкие. Вы знаете, что рыбий жир жидкий, да? Они легко усваиваются, содержат в основном ненасыщенные жирные кислоты и улучшают в целом обмен веществ. Как у самой рыбы, так и у употребителя. Поэтому употребление вот рыбы, особенно жирной рыбы, не просто так советуют. Это действительно так, что оно производит и такое вот своеобразное регулирующее действие. Вообще различает вот в последнее время рыбий жир и рыбный жир. Рыбный жир, он в основном вот где-то мышцы, между мыслей. А рыбий жир, ну, накапливается, предположим, в печень. Жир в теле рыб распределяется неравномерно. У осетровых он откладывается между мышцами. Вот он как раз рыбный. У сельдий преимущественно подкожий. У лососевых на брюшке. Ну, а такие вот тресканолим собираются в печени. Вот рыб, жир печеночный, он именно рыбий жир. Ну, я не знаю, сейчас как-то другие существуют компоненты, питание, конечно, изменилось. А вот детей моего происхождения, ну, в возрасте где-то школьном, младше школьном, обязательно поили рыбий жиром. Ну, а на закуску давали кому что. Нам с братом по кусочку соленого огурца. Вот именно это улучшало общее состояние организма. Это позволяло усваивать хорошо различные водовитамины и провитамины, жиросодержащие, ну, и водосодержащие, но провитамины. Это поднимало общий статус. Азотистые экстрактивные вещества содержатся в мясе рыбы в небольшом количестве, легко растворяются в воде. Вот смотрите, важно. И придают рыбе специфический вкус и запах. Конечно, рыба – это рыба, да? Ну, разная рыба тоже по-разному вот формирует вот эту специфику вкуса и запаха. Углеводы рыбы, ну, их обычно около 2%, вот примерно как в мясе, ну, может быть, чуть больше, где-то на десятой доле процента. Углеводы тоже оказывают влияние на формирование вкуса, запаха и цвета рыбных продуктов. Вот когда начинается автолиз рыбы, вот мы это понятие с вами разбирали, то первыми вот под удар ферментов, ну, может быть, так грубо сказано, попадают именно гликогены рыбы. То есть вот подобные крахмалу такие углеводные вещества. Ну, а на этом фоне образуются кислоты, прежде всего вот фосфорные там разного уровня. И на этом фоне рыба обычно темнеет немножко, желтеет, сереет, вот, хотя при этом формирует и, в общем-то, такой обычный цвет специфический и появляется запах и вкус. Минеральные вещества содержатся в тканях и органах рыбы, вот, может быть, до трех, даже до трех с половиной процентов, тогда как в мясе наземных животных минеральных обычно, ну, в пределах двух процентов. В костях их, конечно, значительно больше. Из минеральных веществ в рыбе содержится железо, ну, это обычно, фосфор, причем больше, чем в мясе и костях наземных животных. Калий, кальций, натрий, магний – это четыре микроэлементы, которые, собственно, создают кость и наполняют ее полезностью. Есть медь, есть йод, это очень важно. Вот в мясе наземных животных и в костях йода практически нет. Ну, еще там некоторые растения, вот, сейчас идет хурмы, такой сезон, вот, вот она накапливает йода больше, чем другие. Остальное, в общем-то, недоступно. А тут, во-первых, йода больше, во-вторых, он более, ну, скажем так, устойчив к тепловой обработке, и он хорошо усваивается. Вообще водные макроэлементы, кальций в частности, они усваиваются организмом человека лучше, чем содержащиеся в наземных организмах, будь то животный или растительный организм. Это, наверное, привет из нашего очень далекого прошлого, когда мы тоже где-то в каком-то море совершенно неизвестно в каком виде плавали. Мы не были тогда еще биологическим видом Homo sapiens и вообще Homo, вот, и тем более sapiens. Но вот эта вот склонность лучше использовать растворимые водные макро-микроэлементы, она у нас откуда-то осталась. Морские и океанические рыбы содержат больше микроэлементов и среди них более редкие, вот, йод, бром, медь, кобальт, ну и другие. Витамины. Есть водорастворимые, но их немного, а в основном рыба содержит жирорастворимые витамины. Причем вот эти вот группы А, Д, Е, К, они содержатся в различных тканях и органах рыбы, но вот в частности витамины А и Д в печени тресковых рыб, тунца, палтуса, это другие группы. Вот поэтому, когда мы видим консервированную печень, вот это дорогой, но очень ценный продукт в отношении именно содержания жирорастворимых витаминов и особенных очень редких белков. Белок печени, он отличается немножко от белков мышечной ткани рыбы. Вот это тоже. Ну а потом можно посмотреть, вот, не только печень трески, да, печень ментая, печень хека, ведь это все тресковые рыбы. Они и подешевле, вот, но, в общем-то, не менее интересны. Вот когда я вам показывала строение рыбы, я, думаю, обратила ваше внимание, что, конечно, органы выглядят не так, как у нас с вами. Мы наземные животные с четырехкамерным сердцем и поехали-поехали дальше, да. А там совершенно по-другому. Там тоже есть сердце, есть почки, есть печень, ну, кишечная вот эта вот вся, желудок и так далее, желудочно-кишечный тракт. Но оно совершенно иное. И печень – это единственный крупный орган, ну, кроме вот половых органов, органов размножения, который интересен и, может быть, переработан. И он перерабатывается. Очень интересно печень-акул. Из нее извлекают так много полезных веществ, даже противораковых. Ну, они идут уже в лекарственные, в добавки. В массе и тканях рыб задержатся, вот тут написано, водорастворимые витамины В1, В2, В6 и С и негативная кислота. Но надо сказать, что если рыба хищник, то там немножко больше жирорастворимых витаминов. Если рыба растительщик, вот такой вегетарианец, хотя среди рыб это не очень часто, то там в мясе больше будет и водорастворимых витаминов. По пищевой ценности мясо рыбы средним, равномерно, равноценным мясу домашних животных. Ну, вот тут вот есть кое-то такие цифры, да, значит, вот, скажем, говядина 144 единицы, а карп, предположим, 96. А вот на татыния, мраморная, это северная рыба, очень ценная, 156. А моева, это тоже мелкая такая, но очень жирная наголенная рыбка, вот 212 даже единиц. Ну, это можно просто из любопытства так сравнить. Пищевая ценность рыбы зависит не только от химического состава и от усвояемости, но и от соотношения в теле рыбы съедобных и несъедобных частей и органов. Чем больше съедобных частей, тем выше, естественно, пищевая ценность рыбы. Ну, здесь вот как бы повторено, к съедобным частям рыбы относят само мясо, безусловно, икру, печень и молоки. А икра, это принадлежность самочек, да, молоки. Ну, иногда говорят молоки, но я посмотрела по словарю, кажется, молоки. Вот, это принадлежность самцов. Ну, та рыба, которую добывают, и та рыба, которая перерабатывается, она хорошо делится на самочек и самцов, потому что есть такие моменты, когда там то самочки в самцов превращаются, то самцы переходят в женскую особь, но это не для рыбы, которая вот промысловая. Значит, вот это мясо, смотрите, из всех субпродуктов только печень. Икра и молоки. Это органы размножения. Икру и молоки называют иногда гонадой. Ну, это слово у нас тоже попадется, когда будем переработку икры изучать. Вот оно нам попадет. Несъедобные – это кости, плавники, чешуя и остальные внутренности. Ну, у крупных рыб, вот тоже немножко остановимся, у крупных рыб иногда потребляют, ну, скажем, плавательный пузырь. Он хоть и пузырь, но вот эта сама ткань его, она вполне пищевая, а вот белковая, так что, в принципе, это можно. Но не перерабатывают. Поэтому из всех внутренностей только печень добывается, перерабатывается. И вот эти вот временные внутренности, а они временные – это икра и молоки. Что касается чешуи, чешуя не перерабатывается. Это белки. Белки неполноценные. Очень жесткая структура, еще и она скреплена большим количеством минеральных веществ. Чешую перерабатываем на непищевые продукты. Плавники. Ну, плавники у рыбы разные, да, вот и по величине, немножечко как бы по составу и по приризе мяса, которые вот обычно тоже вместе с плавниками извлекаются. Вот есть плавники, которые прирастают, скажем, до позвоночной кости. Есть, которые образуются, ну, вот так как у нас ногти, скажем, вот в мясе будем говорить, да. Вот. Ну, плавники при обработке рыбы в домашнем хозяйстве, при приготовлении в системе общественного питания, тоже как бы, наверное, там прожариваются, что-то варится, но не перерабатывается в промышленности. Что касается костей, вот тоже обратите внимание, когда мы покупаем консервы, особенно рыба, там кусочками, да, вот нарезана прямо тушка рыбы поперек на кусочки. Вот, вообще правильно, куски. Кусочки – это когда филе режут, вот там кусочки. Ну, может быть, не столь важно. Вот там сохранена, по крайней мере, флиптовая кость, вот позвоночник, да, и можно выловить, ну, какие-то вот межпозвоночные косточки, и можно выловить даже реберные кости. Вот реберные кости явно несъедобны. Они очень жесткие, они плотные, состоят они вот именно из такого рогоподобного вещества, вот именно эта плоская кость. Как бы мы эту рыбу не стерилизовали, как бы перед этим мы ее там и жарили, не бланшировали, все равно, если реберная кость попадается, нам приходится ее, ну, там, не знаю, убрать, в общем-то. А вот позвоночная кость, после тепловой обработки самой рыбы, жарование, обжаривание, там есть подсушивание, еще там копчение, и после того, как стерилизуются сами консервы, она вполне съедобна. Ну, может быть, маленький ребенок не съест, а вот взрослый человек, он, может быть, даже с удовольствием прожует вот эту позвоночную кость и ее употребит как пищевой уже продукт. Это, кстати, очень полезно, потому что, вот я говорю, рыбные кости, позвоночные кости, они содержат очень много питательных, минеральных веществ и хорошо усваиваются. Дело в том, что вот эта массированная массовая такая кость у рыбы, она более легкая, очень хорошо используется после пищевой обработки, питьевой, тепловой, простите, обработки. Поэтому тут вот, конечно, тоже можно ориентироваться. Головы некоторых рыб, крупных, вот осетровых, предположим, съедобны, потому что содержат тоже много мяса и жира. Ну вот у нас даже, если так пошариться в замороженных продуктах, там у нас есть такой полуфабрикат щечки судака. То есть это мышечная ткань, которая вот на щечках нарастает у судака. Конечно, очень дорого и не всегда может быть качественно, потому что раз дорого, то не берут активно. Но, тем не менее, вот посмотрите, это есть. Чем больше в рыбе мяса и икры, тем выше она ценится в пищевом отношении. Это, конечно, понятно. Важное расположение жира. Вот самый лучший жир именно между мышечный жир. Между мышечный жир. Ну и тот жир, который накапливается в печени и потом либо поедается вместо с ней, либо извлекается, потому что перерабатывают всю печень рыбную, и нам уже рыбий жир, так сказать. Это, конечно, очень ценно. Количество расположения не одинаково. Но тут еще немножко надо сказать, что когда рыба готовится к нересту, а когда формируются ястыки, мешки с икрой и вот эти вот мешки с молоками, то жир общий уменьшается, потому что вот туда он уходит на образование икры и молок. А вот то, что сосредотачивается в печени, в брюшной полости, между мышцами, оно как бы отходит. Но, в общем-то, это и понятно. И с наземными животными тоже это происходит. Когда самочка крупного рогатого, мелкого рогатого скота вынашивает, скажем, потомство, то тоже у нее общая уменьшается жирность и сосредотачивается там, где формируются новые организмы. Ну, а у рыбы тем более, потому что в икринке должны содержаться все питательные вещества, и белки, и жиры, чтобы развился молок. Неблагоприятный влияет нерест, потому что уходит все в нерестующейся рыбе, но, в общем-то, она после нереста выходит замученная, обескровленная, обезжиренная, даже белка уменьшается. Ну, а ведь случается так, что некоторые виды рыб, они нерестуются один, ну, или два, три раза в жизни, и после последнего нереста они гибнут. Вот лососевые разные, они вот отличаются такими случаями. Ну, и некоторые сельевые, скажем, они идут на нерест каждый год. Но если это нерестующаяся рыба, то 6-7 лет потом рыба просто погибает. Вот она даже не хочет кормиться, но понятно, что ее утилизируют другие водные организмы, вот она там не пропадает. В воде особенно хорошо налажен вот этот вот момент утилизации. Вот на поверхности, на поверхности почвы, почвы на земле, так сказать, наземной, там не так это развито. А в воде все находит свое применение. Мясо самцов по химическому составу и кулинарным достоинствам почти не отличается от мяса самок, как это, допустим, более заметно у мясоназемных животных. Но, тем не менее, небольшая разница все-таки есть. Все-таки мясо самок, оно и белковое, и более мягкое, содержит меньше соединительной ткани, ну, значит, такое вот более интересное. Но когда мы получаем, скажем, рыбу, особенно рыбу уже потрошенную, была в ней крайне, было в ней крайне ясно. Вот. И рыбу уже в полуфабрикатах. Сейчас очень много ведь в систему общественного питания поступает и филе, и кусков каких-то, и тушек рыбы, да, замороженная. Ну, иногда там шоковые заморозки, еще там какие-то современные моменты. То ведь уже не отличишь. Но, тем не менее, вот такое отличие все-таки есть. У осетровых и лососевых, ну, не всех, правда, икра – это самая ценная часть рыбы. Ну, это понятно. Вот из наземных животных что самое ценное? Яйца. Вот и тут, пожалуйста, вам яйца рыбные, да, или рыбьи – тоже самая ценная часть. Ну, тут вот написано осетровая, осетровая все дают черную икру. Помельче, покрупнее, килограмм икры черной, или, может быть, несколько пудов, если это огромная белуга или калуга. Это однозначно черная икра. А вот лососевые не все дают именно вот эту красную икру. Ну, скажем, форель, у нее тоже икра очень ценная, но она совсем не красная, она совершенно иная. Хотя форель – это рыба семейства лососевых. Ладно. Разнообразие химического состава и особенности строения тканей рыбы определяют диетические свойства. Ну, пока мы не провели какую-то, ну, не совсем, может быть, обычную обработку рыбы, то она вся, в общем-то, диетическая. Ну, может быть, кто-то мне возразит, скажут, что, скажем, рыба есть ядовитая. Вот это фугус, который так носятся японцы, и говорят, кто не ел – не очень умный человек, и кто ел – тоже не очень умный человек. А вот мясо у нее диетическое и вполне съедобное. У нее несъедобны некоторые органы. И если неправильно разделывать, то вещества, скажем, содержащиеся в печени, в желчном пузыре, они моментально пропитывают мясо и делают его ядовитым. Да, у фугу не ядовитая икра, но оболочки сами, вот в которых содержится икра, вот есть такие, они ядовитые. Ну, как же, природе надо защитить, и то мы тут все съедим раньше, чем природа озаботится. Поэтому тут тоже вот вся рыба, она, в общем-то, даже если она жирная, она все равно хороша. Даже если она высокобелковая, она тоже хороша. Ну, и потом в рыбе очень мало соединительной ткани. Она просто не нужна. Это водное животное, которое поддерживается в своей среде обитания другими силами. Оно по-другому движется. Поэтому соединительной ткани и рыхлые причем, гораздо меньше, чем в мясе животных. Ну, если животному надо стоять на ногах, да, там, не знаю, крупные рогатые, мелкие рогатые, то рыба себе спокойно плавает. Вот ей вот этот фактор не нужен. Поэтому раз соединительной ткани мало, она рыхлая, мясо быстро варится, готовится, да, имеет нежную консистенцию и практически полностью усваивается организм человека. Уровень усвоения у мяса наземных животных и у мяса рыбы, ну, различается где-то примерно на 10%. Это довольно много. По калорийности, по составу рыбы практически не уступает мясу скота и мясу птицы. Так. Время у нас истекло, да, 15.55. Ну, осталось тут 5 минут нам. Мы можем прерваться, потому что мы все равно должны прерваться. Так работает система. И потом еще в 16.20 мы зайдем с вами. Ну, сколько нам нужно, время мы отработаем. Возможно, что раньше мы закончим. Так, что у нас тут? Ой, 11 человек. Ну, я 11, значит, ваших 10. Так, ладно, потом скажем об этом. Я останавливаю демонстрацию. Мы сделаем перерыв. Так. Суюнов, Сакиева, Джалилов, Шайкенова, Непогодин. Так, Непогодин есть. А где Умнов? Акулов, Мунарова, Шабденова. А, вот он Умнов. Не увидела. Ну, вот, Хасанов здесь. Где опять вас, знаменитый Бердебеков? Ну, не страшно, потом мне скажете. Так, первую часть.